РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН Присаживайтесь, джентльмены! Читает Александр Большишальский Дорогие друзья, если вам нравится этот канал, то я буду вам очень признателен, если вы поставите лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Это очень поможет мне и этому видео развиваться дальше. Приятного прослушивания! В колонизации Луны участвовали как люди, подверженные клаустрофобии, так и люди, подверженные агорофобии. Хотя лучше было бы назвать их любителями открытого пространства и любителями закрытого пространства, потому что отправляющимся в космос людям лучше не иметь никаких фобий, то есть страхов. Если человека может напугать что-либо, находящееся на планете, внутри нее, либо в пустых пространствах вокруг планет, ему лучше оставаться на матушке Земле. Тот, кто хочет зарабатывать на жизнь вдали от Земли, должен сознательно идти на то, чтобы его заперли в тесном космическом корабле, должен знать, что корабль может стать его гробом и, тем не менее, не страшится открытых пространств космоса. Космонавты, люди, которые работают в космосе, пилоты, механики, астронавигаторы и другие – это те, кому нравится иметь вокруг себя несколько миллионов миль пустоты. С другой стороны, колонисты должны уютно чувствовать себя и внутри планеты, где они, словно кроты, роют свои норы. Во второй раз, оказавшись в Луна-Сити, я направился в обсерваторию Ричардсона, чтобы посмотреть на телескоп и раскопать какую-нибудь историю, публикация которой покрыла бы мои расходы на отпуск. Я гордо продемонстрировал удостоверение гильдии журналистов, наговорил кучу комплиментов и в результате местный казначей согласился побыть моим гидом. Мы пошли по северному туннелю, который прокладывали к предполагаемому месту установки короноскопа. Путешествие оказалось скучным. Мы ехали на скутере по ничем не примечательному туннелю, останавливаясь у герметичных дверей, проходили сквозь шлюзы, садились на другой скутер и все начиналось заново. Мистер Ноулз разбавлял тишину хвалебными отзывами по поводу строительства. «Все это временно», — объяснял он. «Когда мы построим второй туннель, мы соединим все напрямик, уберем шлюзы, в этом туннеле установим движущуюся дорожку, идущую на север, в другом дорожку, идущую на юг, и все путешествие будет занимать менее трех минут. Все будет как в Луна-Сити или на Манхэттене». «А почему бы не убрать шлюзы сейчас?» — поинтересовался я, когда мы проходили через очередной из них, кажется, уже седьмой по счету. «Ведь давление по обе стороны одинаковое». Ноулз как-то странно взглянул на меня. «У этой планеты есть одна особенность. Надеюсь, вы не станете использовать этот факт для того, чтобы сочинить сенсационную статью». «Слушайте», — с раздражением ответил я, «я надежен настолько же, насколько надежен любой писака, но если в этом проекте что-то не так, лучше прямо повернуть назад и забыть о нем раз и навсегда. Цензуру я не люблю». «Полегче, Джек», — мягко сказал он, первый раз назвав меня по имени, что я сразу отметил, но тем не менее проигнорировал. «Никто не собирается подвергать цензуре то, что ты напишешь. Мы рады сотрудничать с журналистами, но Луна и так уже пользуется весьма дурной славой, которой она не заслуживает». Я молчал. «В любой инженерной работе заложен определенный риск», — настойчиво продолжал он, «и есть свои преимущества. Наши люди не болеют малярией, им не надо пристально смотреть себе под ноги, чтобы не наступить на гремучую змею. Я покажу тебе цифры, доказывающие, что с учетом всех факторов гораздо безопаснее быть кессончиком на Луне, чем перебирающим бумажки клерком где-нибудь в дымойне. Например, на Луне люди крайне редко ломают себе кости, поскольку здесь очень низкая гравитация. В то время как в дымойне клерк рискует всякий раз, когда залезает в ванну и вылезает из нее». «Ну хорошо», — прервал его я. «Место здесь безопасное. Так в чем же секрет?» «Место действительно безопасное, что доказывают статистические выкладки, причем сделанные не нашей компанией и не торговой палатой Луна-Сити, а лондонской страховой компанией Ллойда. И тем не менее, здесь есть никому не нужные шлюзы. Зачем?» Он помялся и затем произнес. «Колебание почвы». «Колебание почвы». «Землетрясение», в смысле «Луна-трясение». Я посмотрел на проносящиеся мимо стены, и мне очень захотелось в дымойн. «Кому охота оказаться похороненным заживо?» «Но если это произойдет на Луне, у вас не будет ни единого шанса выжить. Неважно даже, насколько быстро доберутся до вас спасатели, ваши легкие к тому моменту просто-напросто разорвутся. Воздуха-то здесь нет». «Это случается не так уж часто», продолжал Ноулс. «Но мы должны быть готовы ко всему. Ты ведь знаешь, что масса Земли 80 раз превышает массу Луны, и приливной эффект здесь 80 раз превышает возникающий под воздействием Луны приливной эффект на Земле». «Подожди-ка», остановил его я. «На Луне нет воды. Так при чем здесь приливы?» «Для возникновения приливного напряжения вода совсем не обязательно. Не думай об этом. Просто прими все как есть». «В результате мы получаем неуравновешенное напряжение, которое может вызвать колебания почвы». «Понятно», кивнул я. «Раз на Луне все должно быть загерметизировано, вам приходится опасаться колебаний почвы, а шлюзы ограничат число человеческих жертв. Я начал представлять себя в качестве такой жертвы. И да, и нет. Шлюзы сыграют большую роль в том случае, если что-нибудь произойдет, но пока ничего не происходило. И это место вполне безопасно. Поначалу они давали нам возможность вести работы при нулевом давлении в какой-нибудь из секций туннеля, не трогая стальные. Но, вдобавок ко всему, каждый шлюз – это временное гибкое соединение. Конструкции небольших размеров можно соединить жестко, и они выдержат колебания почвы, но для туннеля это не подходит. Начнутся утечки. На Луне сложно создать эластичную перемычку». «А почему нельзя использовать резину?» – настойчиво спросил я. Я несколько нервничал, и потому был склонен поспорить. «Дома у меня есть обычный автомобиль, на счетчике которого 200 тысяч миль, но я ни разу не менял шин с тех пор, как их загерметизировали в Детройте». Ноулс вздохнул. «Мне следовало прихватить с собой одного из наших инженеров, Джек. Летучие вещества, благодаря которым резина сохраняет мягкость, в вакууме выкипают, и резина становится жесткой. То же самое происходит с эластичными пластмассами. При низкой температуре они становятся хрупкими, как яичная скорлупа». Пока Ноулс говорил, скутер остановился, и как только мы из него вышли, то столкнулись с шестью мужчинами, появившимся из соседнего шлюза. Одеты они были в скафандры, точнее, специальные герметичные костюмы, потому что вместо кислородных баллонов у них были дыхательные шланги, а солнечные фильтры отсутствовали. Шлемы были откинуты назад, головы просунуты сквозь расстегнутую спереди молнию, и возникало странное впечатление, словно у них по две головы. «Эй, Кунски!» окликнул одного из них Ноулс. Тот повернулся. Росту в нем было сантиметров 190, но даже для своих габаритов весил он слишком много. Я прикинул, если брать по земным меркам, получалось что-то под 150 килограммов. «А, мистер Ноулс!» обрадовался он. «Неужели вы хотите сообщить мне о повышении зарплаты?» «Ты и так зарабатываешь слишком много, Кунски!» «Познакомься, это Джек Арнольд». «Джек, это Толстяк Конски, лучший кисончик на четырех планетах». «Только на четырех?» поинтересовался Конски. Он высунул из костюма правую руку и обхватил ее мою. Я сказал, что рад с ним познакомиться и попробовал вернуть свою руку обратно, пока он не успел ее изуродовать. «Джек Арнольд хочет посмотреть, как вы герметизируете туннели», продолжал Ноулс. «Пойдешь с ним». Конски начал разглядывать потолок. «Вообще-то, мистер Ноулс, я только что закончил смену». «Толстяк, ты настоящий стяжатель и вообще негостеприимный человек», ответил Ноулс. «Ну ладно, полуторная ставка». Конски повернулся и начал разгерметизировать дверь. Открывшийся за дверью туннель очень напоминал предыдущий, только в нем не было рельсов для скутера и постоянного освещения. С потолка свисали закрепленные на проводах лампы, а метров через 300-400 мы увидели перегородку и в ней круглую дверь. «Это передвижная перемычка», объяснил Толстяк, перехватив мой взгляд. «За ней воздуха нет. Все работы ведутся здесь. Могу я посмотреть, что вы там делаете?» «Сначала надо будет вернуться назад и взять для вас костюм». Я покачал головой. По туннелю плавали штук десять похожих на пузыри объектов, по размерам и внешнему виду напоминавших надувные шары. Казалось, пузыри вытесняют из атмосферы ровно свой собственный вес. Они спокойно плавали, не опускаясь и не поднимаясь. Конский ударил по шару, оказавшемуся у него на пути, и ответил на мой вопрос, прежде чем я успел его задать. «Сегодня в эту часть туннеля нагнетали давление», объяснил он. «А эти шарики предназначены для обнаружения отдельных утечек. Внутри у них липкая масса. Они присасываются к месту утечки, лопаются, липкая масса засасывается внутрь, замерзает и запечатывает дыру». «И больше никакой работы не требуется», поинтересовался я. «Вы что, шутите? Она просто показывает место, где надо поработать сварочным аппаратом». «Покажи ему гибкое соединение», приказал Ноулс. «Идем». Мы остановились посреди туннеля, и он показал на кольцо, шедшее по всему диаметру. «Мы ставим такие через каждые 350 метров. Это стеклоткань, покрывающая и соединяющая две стальные секции туннеля. Благодаря этому туннель приобретает некоторую эластичность». «Стеклоткань?» «Для герметизации?» «Не поверил я». «Стеклоткань не герметизирует, она укрепляет. Здесь 10 слоев ткани, между слоями силиконовая смазка. Со временем она портится снаружи, но лет на пять, а то и больше, покрытия хватает». Я поинтересовался у Конски, нравится ли ему работа, рассчитывая раздобыть какую-нибудь историю для статьи. Он пожал плечами. «Да все в порядке. Ничего особенного. Давление всего в одну атмосферу. Вот когда я работал под Гудзоном...» «Где тебе платили десятую часть того, что ты получаешь здесь?» – вставил Ноус. «Мистер Ноус, вы меня обижаете!» – запротестовал Конски. «Дело не в деньгах, дело в творческом подходе. Возьмем для примера Венеру. На Венере платят не меньше, и пошевеливаться там надо, будь здоров! Под ногами такая жидкая грязь, что приходится ее замораживать. Там могут работать только настоящие кессонщики, а половина работающих здесь молокососов – обыкновенные шахтеры, если кто-то из них заболеет кессонно-болезнью, остальные просто перепугаются до смерти!» «Лучше расскажи ему, почему ты сбежал с Венеры, толстяк». Конски принял гордый вид. «Осмотрим гибкое соединение, джентльмены!» – спросил он. «Мы еще немного побродили вокруг, и я уже готов был возвращаться обратно. Смотреть было особенно не на что, к тому же, чем больше я здесь находился, тем меньше это место мне нравилось». Конски возился с дверью шлюза, ведущего в обратном направлении, когда что-то произошло. Я оказался на четвереньках, вокруг была кромешная тьма. Возможно, я закричал, точно не помню. В ушах стоял звон. Я попытался встать, и когда у меня это получилось, замер на месте. В такой тьме мне еще не приходилось бывать, вокруг была абсолютная чернота. Я подумал было, уж не ослепли. Темноту прорезал луч электрического фонарика, нащупал меня и пошел дальше. «Что это было?» – заорал я. «Что случилось? Это толчок!» «Перестань вопить», – спокойно ответил мне Конски. «Это не толчок, это какой-то взрыв». «Мистер Ноулс, с вами все в порядке?» «Надеюсь». Ноулс шумом выдохнул воздух. «Что случилось?» «Не знаю, надо немного осмотреться». Конски встал на ноги и, тихо посвистывая, начал водить лучом фонарика по туннелю. Фонарь у него был инерционным, который светит, только если все время давишь на рычаг. Поэтому он светил неровно, постоянно помигивая. «Похоже, все в порядке». «О, Господи!» Луч фонарика остановился на участке гибкого соединения, где-то возле пола. Там уже начали скапливаться шары. Три были у цели, к ним подплывали остальные. На наших глазах один из шаров лопнул и превратился в клейкую массу, отмечая место утечки. Щель всосала лопнувший шар и начала шипеть. Тут же подплыл второй, немного покачался на месте и тоже лопнул. На этот раз щели понадобилось больше времени на то, чтобы всосать и проглотить клейкую массу. Конски передал мне фонарь. «Поработай немного, парень!» Он высунул из гермокостюма правую руку и поднес ее к щели, где как раз лопнул третий шар. «Ну как, толстяк?» громко спросил Ноулс. «А кто его знает? Похоже, что образовалась дыра размером с мой большой палец, и воздух она засасывает со страшной силой!» «Как это могло произойти?» «Понятия не имею. Наверное, что-то пробило туннель снаружи». «Ты закрыл дыру?» «Да вроде. Сходите-ка, проверьте манометр. Джек!» «Да, Джек!» «Посвяти ему!» Ноулс потопал гермодвери. «Давление стабильное!» крикнул он оттуда. «Показания Верниера, видите?» «Конечно, плотность воздуха стабильная». «Каковы размеры утечки?» «Не больше фунта или двух. Какое здесь было давление?» «Как на земле». «Значит, мы потеряли один и четыре десятых фунта». «Ну что ж, все не так уж плохо. Мистер Ноулс, сразу за дверью в следующей секции есть набор инструментов. Принесите мне заплату третьего размера. Можно даже побольше. Хорошо». Мы услышали, как открылась и закрылась со стуком дверь и снова оказались в полной темноте. По-видимому, я издал какой-то звук, потому что Конский сказал, чтобы я держал нос повыше. Наконец, мы снова услышали, как открывается дверь и появился благословенный луч света. «Принесли?» спросил Конский. «Нет». «Толстяк, нет». Голос Ноул задрожал. «На той стороне нет воздуха. Та дверь не открывается». «Может, ее заклинило?» «Нет, я проверил манометр. В следующей секции нет давления». Конский опять присвистнул. «Похоже, нам придется подождать, пока за нами не придут. В таком случае, посвятите мне, мистер Ноулс. Джек, помоги снять костюм». «Что ты задумал?» «Если у меня нет заплатки, мне придется сделать ее самому. Единственная подходящая для этого вещь — мой костюм». Я начал ему помогать. Это было достаточно нелегко, потому что одной рукой он закрывал дыру. «Можно засунуть туда мою рубашку», предложил Ноулс. «С тем же успехом можно есть суп-вилкой. Нет, без костюма тут не обойтись. Только он может держать давление». Сняв костюм, он заставил меня разгладить его на спине, точнее, малость пониже, а затем, как только он убрал руку, я быстро закрыл дыру костюмом, а Конский тут же уселся сверху. «Ну, — сказал он счастливым голосом, — дыру мы закрыли, а теперь будем сидеть и ждать. Ничего другого не остается». Я хотел спросить его, почему он не уселся на щель прямо в костюме, но затем понял, что та часть костюма, которая находится ниже спины, сморщилась, а для того, чтобы закрыть дыру, надо наклеить на оставшуюся от шаров клейкую массу абсолютно гладкую заплату. «Дай-ка посмотреть твою руку», — потребовал Ноулс. «Пустики!» — отмахнулся Конский. Но Ноулс все равно осмотрел ее. Я тоже взглянул и почувствовал себя дурно. На ладони остался след, будто только что наложили клеймо, сплошная кровоточащая рана. Ноулс из носового платка быстро изготовил повязку, а поверх обмотал моим накрепко его стену. «Спасибо, джентльмены», — поблагодарил Конский, добавил. «Чего зря время терять, может, сыграем в пинокль?» «Твоими картами», — спросил Ноулс. «Уж вы скажете, мистер Ноулс. Впрочем, ладно. В любом случае, к изначаю, нельзя играть в азартные игры. Кстати, о к изначаях, мистер Ноулс. Надеюсь, вы понимаете, что сейчас я работаю в условиях пониженного давления». «При разнице всего фунт с четвертью». Я уверен, что в данном случае профсоюз примет этого внимания. «А если я сяду на дыру?» «Повышенная ставка касается и тех, кто находится рядом». «Ну ты ж лоб». «Ладно, тройная ставка». «Это больше похоже на такого доброго человека, как вы, мистер Ноулс. Надеюсь, что ваше долгое ожидание будет приятным». «Толстяк, как ты думаешь? Сколько нам ждать?» «Это не должно занять у них больше часа, даже если им придется идти от обсерватории Ричардсона». «А почему ты думаешь, что они нас станут искать?» «Не понял. Разве в вашей конторе не знают, где вы?» «Боюсь, нет. Я сказал им, что сегодня уже не появлюсь». Конский задумался. «Я не сдал свою карточку, так что они узнают, что я внутри». «Если они об этом и узнают, то только завтра, когда твои карточки не окажутся в моей конторе». «Есть еще этот болван на входе. Он знает, что у него внутри еще трое. Если только он не забудет сказать об этом своему сменщику. И если только он сам не попался в ту же ловушку, что и мы». «Верно», – задумчиво произнес Конский. «Джек, да оставьте в покое фонарик. Расход воздуха будет меньше». «Мы долго сидели в темноте, вслух обдумывая случившееся». Конский убеждал нас, что это был взрыв. Ноул сказал, что происшедшее напомнило ему взрыв на взлете грузовой ракеты, который он видел собственными глазами. Когда разговор начал стихать, Конский рассказал несколько анекдотов. «Я тоже попытался кое-что рассказать, но так нервничал, а попросту говоря боялся, что не мог вспомнить концовку. Было так страшно, что хотелось заорать во все горло». «Джек, займись-ка фонариком», – произнес после долгой паузы Конский. «Я кое-что придумал». «Мм, что еще?» – спросил Ноулс. «Была бы у нас заплатка, вы могли бы надеть мой костюм и пойти за помощью. Но у нас нет кислорода». «Потому-то я вас и выбрал. Вы здесь самый маленький, и вам вполне хватит воздуха, имеющегося в самом костюме, для того, чтобы пройти через следующую секцию. «Мм, ну, хорошо. А что ты возьмешь вместо заплаты?» «То, на чем я сижу». «Что?» «Я имею в виду эту большую круглую штуку, на которой я сижу. Я сниму штаны, прижму одну ягодицу к дыре и гарантирую, что заплата будет герметичной». «Но нет, нет, толстяк, так дело не пойдет. Посмотри, во что превратилась твоя рука. Ты же кровью весь истечешь, прежде чем я вернусь». «Ставлю два к одному, что нет. Пятьдесят ставите?» «А если я выиграю, то с кого мне получать деньги?» «А-а, вас не проведешь, мистер Ноулс?» «Глядите, моя жировая прослойка толщиной пять-шесть сантиметров, так что особой крови не будет, просто синяк останется». Ноулс покачал головой. «Никакой необходимости в этом нет. Если мы будем сидеть спокойно, нам хватит воздуха на несколько дней». «Да дело не в воздухе, мистер Ноулс. Вы заметили, как здесь похолодало?» «Я давно это заметил, просто не придавал значения. В моем состоянии, а мной владелец страх и отчаяние, холод казался чем-то вполне естественным. Теперь я начал об этом задумываться. Когда отключился свет, отключилось и отопление, и теперь будет становиться все холоднее и холоднее, и холоднее». Мистер Ноулс тоже это заметил. «Да». «Ну ладно, толстяк, давай делать по-твоему». Я сел на костюм, пока Конский готовился к операции. Он снял с себя штаны, поймал один шар, раздавил его и обмазал клейкой массой правую ягодицу, а затем повернулся ко мне. «Ну, птенчик, давай, снимайся с гнезда». Мы быстро поменялись местами, потеряв, несмотря на злобное шипение в дыре, лишь небольшое количество воздуха. Конский ухмыльнулся. «Ребята, а здесь удобно, как в мягком кресле». Ноулс поспешно надел костюм и ушел, унеся с собой фонарь. Мы снова остались в темноте. Через какое-то время Конский нарушил тишину. «Джек, есть одна игра, в которую можно играть в темноте. Ты в шахматы играешь?» «Ну да, немного». «Хорошая игра. Я играл в шахматы в декомпрессионных камерах, когда работал под гудзоном. Может, поставим по двадцатке для интереса?» «Что?» «А, давай». Он мог предложить поставить по тысяче. Мне было все равно. «Прекрасно! Королевская пешка на Е3». «Э, хорошо. Королевская пешка на Е5». «А, ты консерватор, да? Ты напоминаешь мне одну девицу, с которой я был знаком в Хобокине». То, что он о ней рассказывал, не имело никакого отношения к шахматам, хотя и доказывало, что в определенном смысле она тоже была консерватор. «Пешка на Д4. Напомни, чтобы я рассказал тебе о ее сестре. Похоже, она не всегда была рыжей, но ей хотелось, чтобы люди считали, что она такой родилась. И она... Извини, твой ход?» Я начал думать, но голова у меня шла кругом. «Д-Д7-Д5». «Хорошо. Ферст на Ф3. Так вот, она...» Он начал подробный рассказ. Я уже слышал однажды эту историю и сомневался, чтобы подобное когда-нибудь с ним происходило. Мы сделали несколько ходов. Со своим рассказом он меня несколько приободрил, и я даже улыбнулся в темноте. «Твой ход», добавил под конец конски. «Ох...» Я уже не мог вспомнить положение фигур на доске и решил подготовиться к рокировке, что в начале игры всегда достаточно безопасно. «Конь на С6». «Перс бьет пешку на Ф7. Шах и мат. С тебя двадцатка, Джек». «Что?» «Этого не может быть». «Давай повторим ходы». И он перечислил их один за другим. Я мысленно провел всю игру заново и только тогда сообразил. «Ах, черт меня побери, да ты же поставил мне практически детский мат». Он захихикал. «Тебе надо было следить за моим ферзем, а не за этой рыжей из рассказа». Я громко расхохотался. «У тебя есть запасы еще какие-нибудь истории?» «Найдутся». И Конский рассказал мне еще одну. А когда я попросил его продолжать, сказал «Думаю, мне надо малость передохнуть, Джек». Я вскочил с места. «Все в порядке, толстяк». Он не отзывался, и мне пришлось искать его на ощупь. Когда я коснулся его лица, оно было холодным, а сам он молчал. Прижав ухо к груди, я услышал слабое сердцебиение, но руки и ноги его были словно изо льда. Конский примерз к дыре, и я изрядно намучился, прежде чем оттащил его в сторону. Я нащупал курку изо льда, хотя понимал, что, скорее всего, это замерзшая кровь. Я попытался привести его в чувство, и тут же принялся растирать, но остановился, услышав доносящиеся из дыры шипения. Я сорвал с себя брюки, потом мне пришлось понервничать, прежде чем я отыскал в темноте дыру, а когда я ее нашел, сел, плотно накрыв ее правой ягодицей. Было ощущение, будто я сел на мощный ледяной насос. Затем тело словно обожгло, а через некоторое время я уже не чувствовал вообще ничего, кроме холода и тупой боли. Где-то вспыхнул свет, помигал и снова погас. До меня донесся лязг двери. Я, что было сил, закричал «Ноулз!» орал я. «Мистер Ноулз!» Фонарик снова замигал. «Иду, Джек». «Вам удалось!» громко зарыдал я. «Вам удалось!» «Нет, Джек, я не смог пройти следующую секцию, а когда я добрался назад к гермодвери, то потерял сознание. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Там воронка». Фонарик перестал мигать и ударился о пол. «Помоги мне, Джек», странным голосом произнес он. «Разве ты не видишь, что мне нужна помощь? Я пытался!» Я услышал, как он споткнулся и упал. Я позвал его, но он не ответил, «Я попытался встать, но мне это не удалось. Я застрял, как пробка в бутылке». Я пришел в себя, лежа лицом вниз. Подо мной была чистая простыня. «Ну как, получше?» спросил кто-то. Это был Ноулз, одетый в пижаму и стоящий возле моей постели. «Вы мертвы?» ответил я. «Ничуть», усмехнулся он. «Они вовремя добрались до нас». «Что произошло?» Я смотрел на него, не веря своим глазам. «Как мы и думали. Взрыв ракеты. Беспилотная почтовая ракета потеряла управление и врезалась в туннель». «А где толстяк?» «Здесь». Я повернулся и увидел толстяка, лежавшего на животе, как и я. «С тебя двадцатка!» Весело сказал он. «С меня...» Я обнаружил, что у меня безо всякой причины секут слезы. «Ладно, с меня двадцатка. Но чтобы получить ее, тебе придется приехать за ней в Демоин». Спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам он понравился, то я предлагаю вам подписаться и поставить лайк. Так это видео увидит еще больше людей. А также вы можете стать спонсором или поддержать этот канал по реквизитам в описании этого видео и заказать мой голос на сайте balsh.ru. Спасибо.